СТАТРИДАТИ РАЗНЫХ ЭТНОСОВ Все же грезят о скалистых горах, далеких морях, когда-то оставленных их предками по неволе или наоборот в поисках лучшей воли. Народная память – настоящая сокровищница. Изучая ее, мы познаем не только прошлое, но и наши будущие. Сегодня Казахстан, как и наша Россия, отмечает годовщину победы в Великой Отечественной войне. Республикой Казахстан было направлено на фронт 12 стрелковых дивизий, 4 кавалерийских дивизий, 7 стрелковых бригад. В году войны 500 казахстанцев стали героями Советского Союза, более 100 – полными кавалерами Ордена Славы. Здесь помнят их имена, и подвиги героев навсегда вписаны в историю казахстанского народа. В начале мая в честь Великой Победы в городах и селах Республики Казахстан проходит честование ветеранов, ветеранов Великой Отечественной войны. Но в гостях у ветерана Великой Отечественной войны героя-победителя Магомеда Ачабаева. Он ушел на фронт совсем юным. На полях сражения Второй мировой войны был неоднократно ранен. Много раз смерть подкрадывалась к нему совсем близко, но отважный болгарец вернулся на родину героем, героем Великой Отечественной войны. Благодаря Магомеду Ачабаеву и таким, как он, над нами сейчас мирное небо, мы имеем возможность расти детей без страха за их будущее. И сегодня, спустя годы и годы, после окончания войны, ветеран делится своими воспоминаниями о том страшном времени. Мне часто снится война. Снятся ребята, являются друзья военных лет, во сне и наяву. С годами встречаю их все реже и реже. Время властно, иных уж нет, а те далече. А повидаться хочется. Ведь на белом свете нет ничего сильнее и крепче фронтовой дружбы. Вот и ждешь встречи. Магомед Учаевич, вы защищали свою родину от фашистской агрессии в различных точках Советского Союза. Поделитесь, пожалуйста, воспоминаниями. Где я только не был. Я служил в 18-й десантной армии, которой командовал генерал-полковник Деселинный. Служил я и с Брежневым. Однажды наш полк послали оборонять Ростов. Немцы уже подбирались к Кавказу. Многие войска отступали через Грозный, Минеральные воды, Армавир. Мы ехали по военно-грузинским дорогам. Чечена, Ингушетия до Тифлиса. Там, в военных лагерях, нам выдавали обмундирование и отправляли на фронт. Так я попал на Малую землю, где воевал пять с половиной месяцев. На Малой земле мы ждали смерти каждую секунду. Там я не видел ни луны, ни солнца, от взрывов бомб и снарядов. На земле невозможно было найти маленького камешка. Всюду лежали осколки от снарядов. В 1987 году книги-трилогии Ленида Ильича Брежнева были изъяты из книжных магазинов и списаны в макулатуру. Сегодня, конечно, ни для кого не секрет, что трилогию писали и профессиональные журналисты. Сам текст и все, что в нем было написано, было правдой. Жестокой правдой о жестокой войне. Малая земля – это условное название плацдарма на мысе Мысхака, близ Новороссийска, где после удачной десантной операции 225 дней держались советские войска, из которого началось освобождение Крыма. Говоря менее объективно и более литературно, Малая земля стала отделением ада на земле на срок в 225 дней. Насыщенность событий на этом плацдарме была так велика, а бои столь жестокие и непрерывные, что, казалось, шли они не 225 дней, а целую вечность. И это все мы пережили. Малая, меньше 30 квадратных километров, и она великая. После освобождения Малой земли меня отправили в Краснодарский край, затем погрузили в эшелоны и отправили на Украину. Вновь выдали оружие и обмундирование. Под мое командование дали взвод солдат, около 30 человек. Мы вновь встали на защиту Родины. Магомед Учаевич, у вас были боевые ранения? Да. При освобождении Украины рядом со мной разорвалась бомба. Меня ранило. До этого я уже получил рану. Мне разорвало губу. Два раза делали операцию. Первый раз сделали неудачно. А второй раз лечь под нож хирурга меня уговорили, сказав, смотри, какие девушки, а ты кривым останешься. Второе ранение было в область головы. Взрывом на месте убила комиссара батальона. Третий раз меня ранило, когда брали высоту на Карпатских горах. Там трава росла высотой до плеч. Ничего не было видно. Нас было шестеро. Два солдата, два младших лейтенанта в запасе, командир батальона и я. Там был насыпан такой громадный земляной вал, что ни одна машина не могла проехать. Командир дивизии нам говорил, бросьте эту высоту, не дотянем. Все вокруг было усыпано тонкими, как папирусная бумага, гранатами. А монолы, так они называются. Когда горят капсулы, они становятся твердыми, как камень. Из меня вытащили шестнадцать осколков. Жить будешь, говорили врачи. Сначала будут чувствоваться, а потом растают в тебе. Действительно, все растаяли. Только один в руке остался. Потом осколок гранаты попал мне в спину. Позади меня был командир батальона. У него граната разорвалась прямо под ногами. Эти гранаты были не ударного, а дистанционного действия. Несколько секунд и взрываются. Если бы я упал на нее, от меня ничего бы не осталось. Я поднял командира батальона, взвалил себе на спину и пошел. Я шел и падал, шел и падал. Кирзовые сапоги, полные крови, доверху, хлюпали на ногах. К счастью, больше никого не убило. За то, что я вынес из-под огня командира и спас его, меня наградили орденом. Половину своих наград я завоевал на малой земле. Потом воевал в Чехословакии, Польше, Германии. Был снова ранен. Могла ли страна обеспечить свои войска оружием и продовольствием? Оружия было много, а вот с продуктами тяжеловато. Особенно туго приходилось на малой земле. Мы три раза пытались посадить десант и не могли, потому что взрывались снаряды, вокруг ничего не было видно. Нас спускали на канатах в обрыв. Я говорил, слава Богу, что я ушел от моря. Я думал, что умру. Малая земля – это страшная вещь. У нас было много раненых. Они лежали, как снопы. Командир батальона говорил, «Как это так? Неужели вы никого не убили? Почему среди убитых нет немцев?» Потом, когда он увидел землю, усыпанную на километр в длину и столько же в ширину, мертвыми телами противника, то сказал, «Теперь вижу, что мы не зря воевали. Мы освободили Анапу и другие города. Мы не могли позволить себе расслабиться. Если бы немцы захватили малую землю, то и Северный Кавказ в их руках оказался бы, и Кубань. А это означало бы порабощение и гибель». Как вы попали в Казахстан? В Казахстан я попал после окончания войны. У меня был друг, майор, по национальности казах. Он сказал мне, «Ваших выселили в Казахстан». Тогда я был контрразведчиком КГБ. Я решил, все равно домой с победой заеду. Закончилась война. Меня демобилизовали и уволили в запас. Я и приехал в Казахстан. Приехал в Казахстан со своей боевой подругой Валентиной. Мы познакомились с ней в госпитале. Небольшого роста, с улыбчивыми глазами, миловидным лицом. Но прежде всего покорили ее добродушие, а также прямота из достоинства в суждениях. Ни тени угодничества. Расставаться с ней мы не захотели. И после войны мы вместе вернулись в Казахстан. Мы вырастили двоих сыновей. Сегодня нет ее рядом со мной. Но все эти годы я был счастлив. А с кем-нибудь из боевых товарищей вы держите связь? К сожалению, я не могу найти никого из фронтовых товарищей. Пытался найти сослуживцев через военкомат. Но все бесполезно. Вам медали и ордена вручали после окончания войны тоже? Да, медали нам давали и после войны. Правда, орден Отечественной войны второй степени я получил во время войны. Потом получил орден за освобождение Украины. Орден за победу в Великой Отечественной войне. И многие другие награды. Да всех уже не упомнишь. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok